Теперь сразу возникает вопрос. А почему мы об этом ничего не знаем? Причина такая. Сейчас вся культура, вся цивилизация наша, она направлена на то, что счастье — это успех в деньгах, в развитии моего человека на работе, развития на работе, финансовое развитие, положение в обществе. То есть вся наша психика направлена туда, потому что вся философия жизни, она такая. То есть мы считаем, что там защита, что надо больше работать, больше образования получать, что там защита находится в этой сфере жизни. И это ошибка. Потому что вот эта сфера жизни, финансовая обеспеченность, сила, влияние над человеком — это результат его благочестия. Это не достигается с помощью того, чтобы много покаяния, много работы. Достигается с помощью отношений. В этом мире всем управляют отношения. Но чтобы строить отношения с какими-то объявленными людьми, он должен обладать соответствующими качествами характера. Надо знать. Вот эти качества характера, они вырабатываются в помощи духовной жизни. И когда человек совершает внутренний духовный характер, характер тоже нельзя применять себе самому. Допустим, я хочу перестать обманывать. Просто потому, что я хочу перестать, это ещё не значит, что я перестану. Иногда такая сила приятный человек, что он не может, не брать. Понимаете? Но когда человек начинает духовную жизнь, эта сила, она ослабляется. Потому что когда человек со святостью отношений строит, его грехи начинают вбирать в сердце. И он на снижении, это облегчение во всех сферах жизни начинается. И в это время его сила проявляется в том направлении, в котором должна храниться. Каждый человек, он в чём-то силён. И это и даёт ему успех в жизни. То есть внешний успех зависит от работы над собой внутренним. Поэтому человек в основном должен большую часть времени настраиваться на работу над собой. И тогда его сила в жизни будет возрастать день ото дня. Допустим, не хватает личной жизни и счастья, туда пойдёт силы. Не хватает общественной, туда пойдёт силы. Понимаете? То есть это не значит, что мы отказываемся от развития себя в социуме. Надо просто развиваться по-другому. Ну, приведу простой пример. Допустим, у человека при высших образовании он не воспитанный просто. Он будет успешным в деятельности. Его возьмут, посмотрят на него, выгонят на собой. Кому он так не нужен? То есть, видите, а воспитанность, она идёт от работы над собой, она не идёт от хоть пять высших образований. У него че-то по характеру не поменяется. Ты просто будешь больше стесн, будешь себя чувствовать крутым. Придёшь на работу, скажешь, у меня пять высших образований. Ты скажешь, так вот десять. Сейчас посмотрим, как ты работаешь сначала. Понимаете? Если у тебя нет нормального характера, то до свидания, просто выслушай. Характер – это благочестие, это та сила, которая в отношении к чистотой возникает у человека. Оттуда идёт хороший характер. Как из этой жизни попасть в духовный мир? Не надо никуда помогать попадать. Надо просто жить правильно и попадёшь туда, куда надо потом. Надо думать, что я сейчас попаду в духовный мир. То есть это объясняет, что есть два мира. Есть материальный мир, это мир, в котором живые существа сдают экзамен. Мы сейчас в таком мире живём. Есть духовный мир, где другая жизнь совсем. Там нет рождения, смерти, то, что описывается во всех священных писаниях. Там вечная жизнь, чистая, светлая. Но сдал экзамены, попадаешь в полный век. А? Конечно. Да. Конечно, да. Потому что куда-то мы попали сюда. Это не наше место здесь. Здесь не наше место жить. Мы же хотим счастья воспринимать, да? Здесь, смотрите, все умирают, болеют, войны какие-то идут. Но не приспособлены местом для счастья сильно большого. А мы верим, да, что здесь всё хорошо у нас будет. Ну вот, допустим, в каком-то городе находитесь, да? И вы оттуда улетели. Восполнуют, что там дальше происходит. Я не знаю, что будет. Я же не был. Что-то будет. И все сдадут экзамены. Индекция такая, что все, наоборот, не хотят. Не сдадут экзамены. Если взять людей в основном, много духовно разных людей, в основном все влазят. Как я не сдадут экзамен? Как определить своё предназначение? Какова моя миссия? Это легко определяется, когда человек развивается как Личность. Понимаете? Потому что разница сознания означает понимание, что он не делает. Допустим, женщина, она развивается как Личность. Какова её миссия? Она понимает, что надо больше уделять внимание личным отношениям, чем работать. Это первая её миссия. Она вдруг отрезвляется и понимает, что надо не упахиваться, а семью создавала, как рожать ей. Это её миссия. А если бы ты отверглась, когда в день у себя отражалась с людьми, если бы ты не можешь с нами расстанавливаться? Ну, нормально. Женщина, которая уже получила личную жизнь, она там утвердилась в личной жизни, дальше она утверждается как в общественной деятельности. А мужчина сначала должен утвердиться в деятельности, а потом уже в личной жизни. Так, у мужчины сначала деятельность идёт, созревает как Личность, как действующий такой, в друге утверждается, а потом в семье уже в личной жизни. А женщина, на пару, сначала в личной жизни, а потом уже в социуме. Значит, что вам на лекции, если у вас учится, получите? Есть. 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 Четыре годы занимаюсь непонятной духовной практикой. Прошла три инициации за деньги. Или надо просить энергию того-то-того-то, прикладывать руки к больному месту. Если ещё медитации, вы бы не получили образование полного достаточно. Человек не может получать посвящение за деньги. Полное посвящение — это отношение с Богом, а не бескорыстное по природе. Нет, не только на дне с собой, так же между людьми. Вот когда мы собираемся вместе, идут отношения с Богом. У меня к вам вопрос. Вот зачем эти люди все здесь сидят, если мы с вами вдвоём общаемся? Мне кажется, хотят послушать вас. Ладно, я думаю, что мы закончим отвечать вопросы. Чувствую, что что-то не то пошло у нас. Итак, высказывание следующее разбираем. Воле Бога в том, что мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным... Чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не своим горем. Правило сейчас надо заправить в жизни. Но он резкий. Смотрите, правило... Это правило является ключевым. Вот, допустим, у меня есть несчастье. Это хорошо или плохо? Плохо? Нет, неотносительно. Это точно плохо. Почему? Потому что человек не должен жить не несчастье. Он должен победить свое несчастье своими силами или с помощью кого-то. Он не должен жить не счастье, потому что жизнь и счастье разрушают все вокруг. Ты себя разрушаешь, другим разрушаем. Человек не имеет права жить не счастье. Мы должны побеждать на несчастье. Если есть проблемы, ее надо решать с помощью внутренней жизни. Не можешь сам просить помощи, помощь святости решать. Я всегда так делаю, я даже никогда на себя не рачил. Если бы у меня были силы, силы есть, они автоматически все решают. То есть у меня есть силы справиться в душе. Все само решает, не надо напрягаться. Это само силы ракмании расходуются с вами. Но если ничего не решается, ситуация наваливается на меня, то нужно не своими силами, а с помощью контакта с чистотой с какой-то решать проблему. Она сначала решается внутри. Вот допустим, меня должны уводить с работы. Простой пример. Я сажусь, начинаю в контакте святости, молиться. Что происходит дальше? Смотри, первая статья легче. Это значит, что я уже чуть-чуть победил эту ситуацию. Но при этом меня продолжают хотеть уводить с работы. Ничего не меняется, конечно. Там ничего не меняется. У меня у нас внутри. Я успокаиваюсь, конечно. Вторая стадия. Я продолжаю молитву. Дальше что происходит? Да, то есть мы как-нибудь не злимся на тех, кто хочет уводить. Вот приходит победа над ситуацией между нами. То есть я прощаю этот человек. Он не гад такой, а просто так начитаю. Нормально, нормальный человек. А дальше что происходит? Я продолжаю молиться. Правильно, спасибо. Дальше что происходит? Дальше удивительная вещь происходит. Смотрите, происходят два варианта. Или мне приходит знание, что если я буду продолжать молиться, меня не уводят. Или мне приходит знание, что если меня уводят, это для меня намного лучше, чем я останусь здесь. В результате сердце побеждает и радуется, понимаете? Ты чувствуешь победу. То есть победа сначала приходит внутри. А потом все происходит очень просто. Ты просто один раз взглядом с этим начальником встречаешься, и он уже решает тебя не больня. Просто один раз достаточно на него посмотреть с этим добрым сердцем, которое уже простило. Все его настроение меняется немедленно в отношении к ним. Если ты должен там остаться. Но сначала все решается в сердце, понимаете? Поэтому воля Бога в том, потому что есть воля Бога в отношении к нам. Есть наша судьба. Она с волей Бога как-то связана или нет? Связана в том плане, что это наказующая сила Бога. Судьба — это наказание. Вот сделал что-то — получил. Это такая, знаете, сила не личностная, просто сила энергия, да, закону. Получил — так вот, снять ему. Дело не так — получи наказание. Но есть другая воля Бога. Она имеет добрую силу. Добрую. И это воля Бога, добрую силу, которую имеет, она не действует самоотношением. Она действует, когда мы с ней имеем отношения. Когда человек уделяет свое время не просто своей жизнью, а он уделяет время отношениям, то в этом случае... Нет, значит, нет. В этом случае жизнь всем доброполучная будет. Много победы появляется в жизни. Много победы. Много радости и победы появляется в жизни. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем. И жизнью друг друга. Что значит жизнь? Это значит, что сначала я молюсь, и у меня есть внутри счастье, а потом я молюсь, и я начинаю принимать жизнь близкого человека. Потому что пока ты нищий внутри, пока у тебя нет силы, ты не можешь его ни понять, ни принять, он для тебя чужой. И вообще плохой и чужой. А потом, когда у тебя счастье появляется достаточно, ты его понимаешь, у него какие-то недостатки, ничего страшного. И это тоже ничего страшного, и это мы перешивем, и это все нормально. А до этого он брак просто был, потому что он меня мучил. А теперь он становится просто нормальный человек, который тоже имеет недостатки, как все. И мы можем уже с этим жить как-то. Мы можем с этим работать. Почему? Потому что у меня появилась защита, у меня появилась сила решать вопросы. Счастьем жить друг друга и жизнью друг друга можно только с помощью воли Бога. Не воли судьбы. Большинство людей думает, что все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Само собой, ничего не будет хорошо. Для того, чтобы все было хорошо, для этого нужно прикладывать усилия. Мечты, мечты. Какая сладость, мечты ушли, осталась гадость. То есть, как бы, все по-другому, ничего не будет хорошо. Все только портится, разрушается в этом мире. Все нужно поддерживать. Вот странная вещь, да? Коллектив 30 человек, да? И те, кто меньше этим занимаются, они знают, что эти люди не будут просто работать. Постоянно будут происходить какие-то проблемы. Нужен менеджер по отношениям, что постоянно собирает и успокаивает людей. Почему? Потому что есть тенденция к разрушению в любом коллективе. Не к сохранению, а к разрушению. Понимаете? Вот все менеджеры знают, что нужно постоянно общаться с людьми, чтобы они нормально работали. И в этом работа менеджеров, которые пытаются сохранить коллектив. Понимаете? Ну, точно так же в семье. Есть тенденция к разрушению, а не к сохранению. Всегда у всех, у всех семей. Мне не повезло. Нет, все в одинаково у всех. Все то же самое. Но этот же человек лучше ко мне относится. Да, он лучше всегда. Когда люди только встречаются, первый раз всегда лучше относится. А потом хуже. Как всегда будет. Первое чувство очень светлое. А потом, как всегда. Потому что эгоизм есть у всех людей. И поэтому первое ощущение, что вот я сейчас поменяю человеку, будет лучше. А потом то же самое. Все то же самое. Ничего не меняется. Просто немножко по-другому. Но хрен на рейтку поменять. Шила на море. Так принцип понятен или нет? Что если есть несчастье, значит есть с чем работать. И это значит, что надо слиться, страдать и мечтать. Нет, нужно молиться, прощать и побеждать. Люди помогают друг другу своей радостью, не своим горем. Понятно, да, система? То есть мы молимся, прощаем и побеждаем, а не страдаем, мучаемся и обижаемся. Если человек обиделся, значит он неправда. Обиделся, значит неправда. Все. Закон очень простой. Раскинуть правду, обиделся, неправда. То есть сказать, что он же виноват, он же виноват. Когда человек обиделся, он тоже теперь виноват. Это в один минут виноват, а теперь в два виноват. Когда две собаки капкнут, трудно понять, какая первая начала, да? Не убегал, а одинаково. Видите, как интересно. Все это высказано. Не испытание микрофона. Можно, наверное, на двадцатку поставить. Это телефон. Он телефон сотворил. Спасибо вам. Уберите, я отсюда. Не, обязательно возле колонок не шумит телефон, который рядом с аппаратурой находится. Чей-то? Может быть, на пункте, может, еще где-то. Уберите, пожалуйста, с аппаратуры телефон. Подойдите, кто-нибудь из организаторов, вы ищите. Кто вас зимит? Ищите. Это очень важно, потому что мешает день лекции. У нас должно быть нормальная слоя. Пожалуйста, займитесь этим. Ну, надо все убирать заодно. Можете сюда положить. А, микрофону я положу. Ну, ладно. Вот это что ли? Ну, ладно. Тогда все я понял. Смотрите, удивительное высказание. Покой в душе вашей вы найдете, если вы возьмете на себя крест Господи. То есть крест означает свою долю. Свою долю на себя возьмете. Но радость Господа вы найдете только, когда понесете свой крест. Так долго, как судьба вас потребует. Только тогда вы истинно пойдете в радость Господню. В радость можно войти только, когда принял супер. Ленец, что вы понес. Попустим. Я должен принять этот звук. То есть я знаю. И понести его. Не мечтать. Ну, ладно. Да нет, нет. Ну, ладно. Все, мы хорошие. Давайте забудем. Ну, это действительно так надо решать. Итак, смотрите. Покой в душе мы находим, если возьмем на себя свой крест. На себя привыкаем к ситуации. Верем на себя. Покой приходит. Потому что ситуация не является случайной у каждого человека в жизни. Это закономерность, которую надо применять. У меня были такие случаи, когда женщина приходит и говорит, я вот не могу создать семью нормальную. Я с человеком начинаю жить, а он какой-нибудь там грубый человек, злой. Мне приходится расставаться. Что это значит? Что это, по сути, положен грубый и злой человек. Значит ли это, что с ним невозможно будет жить? Нет, это не значит. Нужно принять этого человека таким, который есть, и потом я раскоплю кусочек еда сердцем своим горячим. Нужно приложить душевную энергию к тому, чтобы победить эту ситуацию в своей жизни. Понимаете? Я привожу пример своей жизни, потому что у меня именно так. У меня тяжелая сильная карминка, и я вот так вот живу. Не касается только близкого моего человека, так же меня касается. Часто бывает, даже ты не понимаешь, что ты там самовыцоверяешь, потом понимаешь, что ты живой близкого человека с тобой. Когда ты пытаешься принять его поведение правильно. Но это возможно только с помощью молитвы. Невозможно своими силами. Понимаете, о чем я говорю? Даже если человек сам не молится, а за него молится. Или он просто пришел на духовную программу, и мужа речи стал. Или просто вот сейчас попели вот эти духовные песни, музыку. Вот это народные. Духовная музыка всегда народная. Она такая чистая, простая. Видите, легче стало. Так в зале легче стало. И даже у человека какие-то проблемы в сердце, ему легче стало. Давайте сейчас проведем эксперимент. Вот кто из вас просто пришел на лекцию, у вас тяжелая ситуация в жизни. Вы просто сейчас лекцию слушаете, и вам стало легче. Поднимите. Знаете, что это значит? Это значит, что ситуация решается. Вот она решается. Видите, мы просто общаемся на духовной теме, ситуация уже решается. Это не шутка, потому что я говорю, это правда. То есть принятие означает, вам легче, вот вы способны теперь сказать, я хочу жить, как жила. Нет? Идет время сможет. Я готова жить, как жила. Когда человек так говорит. Когда у него есть сила, полная сила. Есть такая пословица. Приятно осознавать, что легкие параличи гораздо лучше, чем чума и мечи. Ну, лекция идет, все сотрудничают, все нормально, чем чума и болит, чуть-чуть микрофона. Не так страшно. Вот. Ну, то есть, видите, идея в чем заключается? Что радость, когда человек принимает свою судьбу, тогда приходит радость. Микрофон поэтому и болит, чтобы я по практике применял свои знания. Сознание есть, и не только болтун, можешь реально радоваться жизни при ситуации. У меня разок был, лекция в зале была, и вот не душно, как сейчас было, а покрашен зал, и краска сильно воняла. Я занимался раньше молодостью пранаямой, и я знаю, что духота, это не... Это, с одной стороны, нехватка воздуха, а с другой стороны, нехватка праны. А праны — это психическая энергия. Если есть психическая энергия, то воздуха потребуется меньше. И я знаю, как сделать так, чтобы все чувствовали свежесть сейчас. Для этого надо, чтобы все сели прямо. Сейчас, смотрите, сейчас. Представьте, здесь все праны, и оно становится свежее сразу же. Пошел свежесть. Свежесть пошла? Чувствуете, нет? Ну как, нет, свежет стало же? Когда просыпаетесь, всегда свежет. Ветерок падут? Да? Теперь смотрите. Дальше, следующий спор. Показываю следующий спор. А, вот. Все-таки от этого, наверное, телефона. Смотрите, второй способ. Сейчас я вам покажу кое-что. Не, вы руки не поднимайте. Я подниму. Я настраиваюсь на свежесть сейчас. И руки, через руки переходит настроение человека. Я настраиваюсь на свежесть сейчас. Я настраиваюсь на свежесть сейчас. Я настраиваюсь на свежет. Как раз, слежа в цв backwardе. Я настраиваюсь на свежелfinность. Я настраиваюсь на свежем parasite. Я настраиваюсь на свежей шевеладке. Свежее? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, идея в чём заключается? В том, что правильное настроение, оно даже меняет такие показатели, как ощущение свежести при двигании. Хотя количество воздуха не изменилось в зале, да? Но свежее стало при правильном поведении. То есть, видите, есть знание, и оно даёт возможность решать вопросы в своей жизни. И эти вопросы решаются постепенно, последовательно. Мы сначала сели прямо, легче стало. Потом раз, и ручки поднял я, допустим, настроился правильно, и мы переняли этот настрой. Сейчас легче стало, да? Лекцию слушаем. Это означает знание. То есть мы применили какой-то способ, и он дал свой результат. Вот. То есть, вот в этом суть вопроса, что покой в душе возникает, покой, радость, наконец-то мне хорошо стало, освобождение, облегчение, когда человек принимает свой крест. Что такое свой крест? Вот такой мужик достался, вот такая работа досталась. Ну, допустим, вы скажете, если это не моя работа, бывает такое, что не моя, да? Примите сначала свой крест. Вы перестанете волноваться, перестанете страдать. Когда вы эту работу примете, то вам чётко в сердце будет сказано, не твоя. Вы спокойно узбит. Или скажете, твоя. Времени, это не важно зависит от количества времени, а от правильности настроя зависит. Чем больше вы компакт со святостями, тем быстрее в сердце происходит освобождение от проблем. Но иногда, когда человек очень близкий, отношения с кем-то имеет, они рушатся. Человек входит в глубокий стресс. Это речь идёт о высшей цели жизни. Понимаете, это целая тема. У меня семинар «Преодоление стресса». Послушайте. Там целая тема. Она говорит о том, что высшую цель жизни надо выбирать. Не события должны выбирать, а человек должен сам выбирать. Например, ребёнок родился, Женщина сразу начинает считать высшей целью жизни. И это приведёт к стрессу. Обязательно. Потому что человек не может быть высшей целью жизни. Высшее означает духовное, божественное. Понимаете? Но мы как бы связаны очень сильно с материей в своём сознании. Поэтому ребёнок предастся. Когда ему поклоняются мать, он предастся за время. Он разрушит эти отношения. Юристичность. Или, допустим, мужчина часто высшей целью жизни выбирает построить дом, купить машину. И это приведёт его к стрессу. Или мужчина-женщина выбирает целью своей жизни. Начинает очень сильно, как бы, с ней делать свою штуку с ней. И она когда от него уходит, это неизбежно, потому что, когда мужчина-женщина поклоняется, что с ней происходит? Она становится гордой. Поэтому в свою высшую цель может быть вкладываться только в Бога, а не в человека. Но если мы вкладываем в Бога высшую цель, тогда человек получает правильное отношение. Допустим, как правильно, хуже относиться? Уважительно, с любовью. Но не надо безумно считать, что это и есть самое лучшее. Не надо хуже, слепо так вот думать, вот. Нет, ну а не чья-то политически с ним себя вела, а он еще ужас стал. Нет, это не политически. Поскольку вы можете находить существа выше вас. Вы можете находить существа выше вас? Не можете. Значит, мы не образованы. Ведь говорят, что признак образованности человека заключается в том, что он чувствует, что есть святость. Потому что чем ниже развитие личности, тем меньше он верит в чистоту, в святость, в глубину тех, кто его окружает. Если сейчас взять, допустим, войти в интернет, то можно увидеть, что многие люди вообще просто настолько циничны. Они ни во что светлое вообще в жизни не верят. Постоянно гнусят, гнусят, постоянно ругают, спорят. Это не то, чем должен жить человек вообще. С помощью обсуждений недостатков кого-то никогда человек не может помочь ни этому человеку, ни себе. Обсуждение недостатков не решает вопрос вообще, в принципе. Поэтому единственный способ решать вопрос, это занять правильную позицию в человеку. То есть ближе или дальше. Это очень важно. Это принципиальный вопрос. Потому что если мы слишком близко друг к другу, но не можем правильное отношение строить, то это приводит к разрухе. Можно дальше. Можно в одном партии, но на расстоянии. Но расстояние, говорится, речь идет о расстоянии в отношениях. С помощью речи, беседы, поступков. Но в сердце никогда не нужно делать расстояние никому. Мы в сердце должны любить учиться человеку. любить, но внешне на расстоянии, допустим, девушка меня одна спросила. Я не могу со своей мамой общаться. Я посмотрел, вижу, что у нее настолько сильно тяжелая карма в отношениях с мамой, что она не может ее с помощью молитвы еще как-то преодолеть. Она говорит, что делать? Вы маму любите? Она говорит, я уже не знаю, ее или нет. Это означает, что она неправильное расстояние выбрала. Нужно в молитве начать любить маму, сначала ее полюбить, а потом просто, допустим, созваниваться по телефону и говорить, мамочка, я тебя люблю, у меня все хорошо, спасибо, пока. То же самое, можно выбрать расстояние. Мамочка, я тебя люблю, все хорошо, спасибо, пока. Не добавляю пояснить, пояснять отношения. Делать такой вид, ходить в туалет неожиданно. Но не давать, не давать, боли-то не вытащить. Косить ее с помощью внутренней жизни, наружной. Боль никогда не разрешается с помощью наружных отношений. Она всегда разрешается с помощью внутренних отношений. Не надо пытаться об уяснении отношений с близким человеком разрешить боль. Это невозможно. Нужно всегда в молитве разрешать отношения. А близкому человеку надо давать радость в жизни. Допустим, мы с ним поругались, глаза мы не видели. Не надо смотреть, надо молиться, а то вы уйти. Не надо ничего делать, не показывать, что-то вредить. Просто в молитве, на это начать в молитве. Дальше следующий этап такой. Есть силы с ней поговорить, да? Это означает новый виток руганий. Не надо ничего говорить, не надо с этим человеком. Надо продолжать молитву. Следующий этап. Я простил. Тогда надо опять, не надо выяснять эту ситуацию, а просто сделать что-то хорошее для близкого человека. Вообще не относящийся. Просто что-то другое, что-то хорошее. И потом эта ситуация решится сама. Как она решится? Просто когда вы успокоитесь, сразу придет презвость, вы скажете, ну, я был неправ. И 200 человек скажет, ну, я больше был неправ. Или он скажет, да, ты был неправ, я был прав. Ничего страшного. Надо сказать в этом случае, я больше так не буду. Даже если ты права. Почему? Потому что этот человек сейчас находится на такой стадии развития внутреннего, он не понимает своей неправоту. И каждый человек имеет право не понимать свою неправоту. Потому что если сейчас, сколько мы не понимаем, сколько я не понимаю своей правоты, будет не меньше. Поэтому надо давать человеку возможность вот просто быть в полной иллюзии в полу того, как он должен со мной жить. Полная иллюзия. Но любовь, она отрезает. Постепенно человек начинает понимать, в чем он неправ. Близкие и правильные отношения дают возможность. Но близкие отношения неправильные все разрушают. Поэтому если отношения неправильные, нужно сначала ее как раз развести. Теперь сразу возникает вопрос. А почему мы не можем на расстоянии быть друг от друга? Ведь многие люди не могут. А? Что так? Откуда привязанность? А? Желание наслаждаться. Спасибо. Вы ответили на все мои вопросы. Смотрите, вот это желание использовать тело близкого человека для своего наслаждения создает сильную привязанность. Сильная привязанность делает беспортомность в отношениях. Я начинаю с ним вести группу подхамских. То есть начинаю вести себя своей собственностью. В результате человек зверей. И причина вот такой безудержной хамства, безудержного хамства, это сильное желание наслаждаться, не служить отношениям и наслаждаться им. В этом случае нужно поменьше секса, поменьше желания наслаждаться, нужно успокоить себя психически и дать возможность человеку от себя отдохнуть. Тогда всю ситуацию сама успокаивается. Понятно, да, система? Если мы не можем отстраняться, мы всегда рядом ругаемся. Это значит, что много привязанности. Привязанность означает, что хочу наслаждаться этим человеком. Не служить, но наслаждаться. Использование и эксплуатация любви, а не служение любви.